Мы разрабатывали не только экзоскелет, но и некоторые приборы, которые позволяли бы выявить эффективность проведенных реабилитационных мероприятий и сделать это на уровне не принятых как в медицине шкалов, которые являются часто субъективными моментами в оценке, а разработать такую аппаратуру, которая бы могла определить четкие параметры, выявляющие либо патологию, либо приближение к норме в ходьбе человека. Это чрезвычайно важные механизмы, которые задействованы при ходьбе человека, там имеется много параметров, которые характеризуют ходьбу, но при этом эти параметры надо выявить и суметь правильно померить, с тем, чтобы потом можно было четко оценить, насколько был эффективен или неэффективен курс реабилитации. Мы измеряем биомеханические параметры ходьбы, которые позволяют выявить работу мышц практически всех необходимых, всех основных мышц, которые участвуют в ходьбе, а их на самом деле очень много. Основных мышц немножко меньше и много мышц внутренних, которые крайне сложно померить. Но основные мышцы определяют основной рисунок ходьбы и вообще говоря о самочувствии человека. Затем также мы определяем и углы в суставах человека, углы в суставах рук, потому что в ходьбе используются мышцы не только нижних конечностей, но и торсы, и рук, и вообще даже и головы тоже. Изучая, естественно, механику как науку, мы поняли, что обязательно нужно использовать еще и силу реакции опоры, поскольку они являются динамическими параметрами. И в процессе изучения всех этих параметров в совокупности мы получаем чрезвычайно важные фактически все и временные, и динамические, и геометрические параметры ходьбы. При исследовании ходьбы человека используется целый набор датчиков, которые работают в совокупности. Сейчас известны различные методы исследования ходьбы, но они исследуют в основном некоторые параметры, а другие остаются за кадром. Нам хотелось сделать так, чтобы мы могли четко оценить, возможно, наиболее емко и правильно ходьбу человека, поскольку после того, как мы определяем, что происходит с человеком, что хорошо, а что плохо, мы должны выявить те мышцы, которые работают недостаточно хорошо. И надеюсь, что нам это удалось. На уровне разработки программного обеспечения мы постараемся сделать такой продукт, чтобы он был доступен для врачебного использования и для наиболее такой внятной расшифровки тех аспектов, которые получились при исследованиях. Это еще наш следующий будет шаг. Сейчас мы разбираемся в том, что мы меряем, мы можем врачам объяснить, что мы меряем, но вот чтобы врачи сами это сейчас сделали, это пока еще дело немножко будущего. Самое главное вот в этом мероприятии, я считаю, что здесь собрались люди крайне заинтересованные. Те, которые какой-то опыт уже приобрели в использовании той или иной технологии или там совместных технологий. Те пилоты, которых мы здесь видим, и видим их живой интерес, и они понимают, что это действительно им дает определенный успех, и тех врачей, которые готовы работать с этими пилотами и с другими пилотами, и вносить вот это свое горячее сердце в дело восстановления здоровья людей. Это замечательно. Патологии расширяются, внедрение эльдоскелета с достаточной степенью эффективности уже доказывается. И, конечно, для людей это очень большая помощь. Я хочу рассказать про вторую часть наших не только исследований, но и направлений мысли, которая привела нас благодаря медицинскому сообществу, которое не хотело верить в то, что мы могли видеть визуально или показать визуально, а требовали, чтобы было все доказательно. Но мы говорим, хорошо, инженерия вам и нам поможет. В таком случае мы начали разрабатывать специальные сенсорные устройства, которые могли бы позволить и обосновать хороший, либо не очень хороший, либо никакой эффект после проведенной какой-то реабилитации. Второй раз я привожу Дмитрия Ивановича Меделеева, с которым просто не то, что нельзя не согласиться, с которым нужно соглашаться и постоянно об этом помнить, что наука начинается там, где есть измерения. Если измерений нет, это все трактовка, хоть медицинская, хоть биологическая, хоть какая еще. Есть фундаментальные науки, на которых все можно померить, посчитать, обосновать, ну, а потом уже объяснять, используя различные физиологические, там нейромиографические и всякие другие моменты. То есть человек устроен очень сложно. Это не механическая система. Ну, называть ее биологической, это называть можно, но какие параметры мы должны выявить и какие померить, для того, чтобы можно было как-то более-менее объективно сказать, а что же мы получаем в результате применения того или иного метода реабилитации. Ходьба в норме, вот здесь я специально выписала, является высокоавтоматизированным системным процессом, в ходе которого происходит много параметрическое взаимодействие большого числа элементов опорно-двигательного аппарата и нервных центров. Двигательное управление ходьбой человека в норме осуществляется по четким стандартам и стереотипам походки, отличается высочайшей стабильностью. Мы все люди разные, а стабильность, она одна. И пространственно-кинематические, динамические и регуляторных параметров. Вот эти параметры мы и должны померить, но при этом померить не просто на каком-то одном шаге, а на целой серии шагов, потому что, как мы выявили с работой в разных клиниках, и в частности, благодаря исследованиям с рассеянным склерозом в МОНИКах, которые мы проводили, когда человек говорит, что он устает, никто не понимает, почему он устает, а у него действительно снижается реакция опоры то на одной ноге, то на другой ноге. И вот этот вот режим, когда одни мышцы почему-то начинают выключаться, а другие потом чуть подтягиваются и включаются в работу, он такой вот синосоидальный. Эффект вообще удивительный, когда мы увидели это на массе шагов. Ой, простите, а почему туда? Так, простите, что-то не то. Ну, понятно, что человек – это полностью взаимосвязанная система, и от афферентных сигналов стопы сигналы идут во все отделы головного и спинного мозга. Их только нужно научиться инициировать и правильно, вообще говоря, потом и мерить. Да что ж такое-то? Ну, вот здесь показана ходьба. Те, кто знают биомеханику, понимают, что существуют различные фазы ходьбы, которые именно очень ритмичны, очень интересны. И при патологии первым делом происходит нарушение вот этих всех временных фаз. Мы изучили работу всех мышц. Вот здесь приведены данные по институту Вайса Гарвардского университета. Потом мы проверили, а правильно ли тут нам нарисовали. Потому что это тоже не факт. Надо же... Мы тоже никому не верим. Мы тоже все проверяем. То есть мы посмотрели все нагруженные фазы, где они как... Работали сначала с профессором Вороном. У него был... Ну, то есть есть система, которая позволяет мерить ходьбу вот в динамике на нескольких шагах. Ну, в частности, там трэдмил или это было определенное расстояние между камерами, то, что они успевали захватывать. Одновременно мерилась миография. Ну, а потом еще высчитывались углы. То есть достаточно интересный аппарат, но самый недостаток, что нужно помещение большое. А где в клиниках помещения? Нет в клиниках помещения. Вот. Другие устройства существуют в мире, да, но система, например, DELSYS, она требует еще дополнительно такого программного обеспечения, которое просто никому не под силу. Ну, вот система еще существует с биометрическими сенсорами STEDIS. Это наша отечественная система. Значит, мы анализеры, поскольку мы все-таки в математике первым делом, мы поняли, что для того, чтобы построить правильно математическую модель, нам нужны вот такие-то вот параметры, о которых я говорила. Вот мы показали, посмотрели, что мы, измеряя то, что мы меряем в своем вот изделии, можем построить достаточно разумную ходьбу уже в системе пространства Декартового, в котором мы с вами все живем. То пространство измерения, это пространство углова, это пространство Декарта. Поэтому мы поняли, что нужно делать геометрические измерения, электромиографические, потому что все движение происходит от мышц, это является нашими двигателями. Также полезно знать электроподографию, то есть это начало постановки либо пятки, если она остановится, либо такой-то части стопы, которая опирается. динамометрия пренепременно должна быть, потому что это динамика, это силы, которые действуют на опору. И поставили задачу создать измерительный комплекс, получающий все данные одновременно, потому что человек движется, используя все эти параметры, как в каждый момент времени. Вот силы реакции опоры здесь специально показаны. Раньше они мерились такими шестикоординатными платформами, на которых можно померить был один шаг. А каждый проход человека разный. Поэтому здесь надо было все мерить одновременно, поэтому не совсем это подходило. Другой инструментарий иностранного происхождения позволяет измерять каждый шаг, силу реакции на каждом шаге. и он нам в общем-то давал много информации, но не все нас устраивало. Вот мы создали свой инструментарий, который одновременно меряет все указанные параметры. Меряем и все углы, силы реакции и одновременно миодрофии. Видите, девушка вся путана проводами миодрофии, когда мы все основные мышцы меряем и записываем. И это все передается в компьютер, на котором там хранится информация. Вот посмотрите, какие мы получаем результаты. Очень важно выявлять начало, то есть постановку ноги перекат, толчок мыцком, постановку следующей ноги. и вот здесь показаны силы реакции правой ноги, силы реакции левой ноги, силы это пятка, это пятка, это плюсни, это плюсни, это пальцы. То есть вы видите здесь полную информацию того, что вы никогда ни на каком видео нигде не увидите. Здесь можно получать все временные параметры, какие приняты биомеханики. На этом же графике можно наложить еще и угловые переменные и посмотреть какая же и потом еще и мышцы и посмотреть в фазе положим постановки пятки, какая мышца работает, как там гастрокнемиус работает, в какой момент она срабатывает или не срабатывает, или с пастика там, которая бывает у детей ДЦП, то что мы видели и дальше будет доклад про то, как мы мерили детишек с ДЦП. То есть вот этот инструментарий позволяет заглянуть внутрь и понять механизм работы хороший или плохой тех или иных мышц и потом уже понять, какие мышцы можно стимулировать и в какие фазы добавлять или расслаблять тонус мышцы для того, чтобы получилась хорошая ходьба. вот моя ходьба. Показываю. Правая ну я специально сместила немножко графики, чтобы было видно правую и левую ногу. Пятка ставится, коленный угол начинает срабатывать. Здесь удобно что? На масштаб не смотрите, потому что у каждого графика свой масштаб, иначе я их не могу поместить на одной странице. Если навести мышцы, там у каждого каждой переменной будет свое значение. Пятка, голеностоп, правая, левая нога, и тазобедренный угол, и коленный, все здесь в общем присутствует. Вот эту группу мышц мы исследуем миографию, снимаем, которая потом дальше будет накладываться. Вот видите, гастротный мышц срабатывает четко в нужную фазу. Это наша молодая девушка ходит. Бицепс феморис, тибиалис, ректус феморис. И все это можно связать с коленными углами и увидеть, а правильно ли мышцы работают. И также внизу показана и реакция, силы реакции опоры, постановки пятки, постановки плюсни, когда толчок идет уже. Ой. Вот здесь показана правая и левая нога. И вот обратите внимание, вот на этот график это гастротнемиус, спастическая диплигия. И понятно, что она находится длительное время в спастическом состоянии. И поэтому получается вот эта поза тройного сгибания. поэтому понятно, что надо делать стимуляцию расслабляющую соответствующей мышцы. Ну вот, то есть, понимаете, можно вот на экран вывозить то, что вас интересует в данный момент, менять переменные, смотреть, что от чего зависит. Это кропотливая работа, но это настоящая работа исследователя. я думаю, что врачам понравится. Значит, что мы можем вот анализируемые параметры? Сила реакции опоры на каждом шаге, пятка, плюсни пальцы, углы в суставах, в сагитальной вертикальной плоскостях, МЭГ мышцы при ходьбе и выполнении там заданных упражнений вы можете сгибать, разгибать. Вот то, что сейчас присутствует в оценке различных движений, медики мне помогут. как называется этот брос мутафакшнг? Нет. Поэтому все это можно мерить уже с помощью определенного инструментария и получать и в графиках, и в цифрах, и как надо. Ну и отсюда можно и получать и средний шаг, и силы реакции опоры, и все временные параметры, которые нам нужны, реакции одноопорной фазы, двуопорной фазы. Вот. А как мне запустить его? Как мне его запустить? Фильм, пожалуйста, запустите. Это вот ходячая маленькая лаборатория. Не требуется никакого дополнительного оборудования, все пишется на компьютер. Ну, прототипы, понимаете, проводов много, вида симпатичного нет, но немножко надо подождать. Главное, что идут правильные данные. Вот мы даже на таких малышах попробовали. Конечно, прибор не приспособлен для такого роста, но мы будем дорабатывать. Но тем не менее, мы сумели снять и силы реакции опоры, и электромиографию мышц, и увидели, почему мальчик ставит ножку на мысочек. потому что вы видите, что вообще мальчик ходячий, но у него все мышцы работают не в нужные фазы. Вот это вот с одной стороны он ходит, но мышцы работают неправильно. И поэтому дальше нужно с ним работать, ходить за спеллете, налаживать ему правильный паттерн, чтобы все пики смещались в ту сторону, куда надо. Потому что вы видите, что мышцы, которые разгибатели, срабатывают в середине локомоторного цикла. Это неправильно. Ой. Ну, это я вот просто показываю, что они не должны все срабатывать одновременно. Вот у здорового человека они по-другому. И вот еще запустите, пожалуйста. вот девочка неходячая. Сонечка, идешь, моя кисенька, идешь. старается. Конечно. Вот вся обклина миографии, и с нее тоже получают результаты, и можно все анализировать. Я про тебя кино снимаю, Сонечка, да. Я про тебя ... Ну, вот, ой. Теперь, значит, немножко заключения. Создана мини-лаборатория для измерения биомеханических параметров, которая является мобильной, не требующей специально оборудованного помещения. Это вот на наш взгляд важный момент. Полученные данные свидетельствуют о том, что использованные нами признаки, характеризующие работу мышц, движение ног в пространстве, силы реакции опоры у больного полноценно характеризуют состояние здоровья и позволяют определить реабилитационный потенциал пациентов с последствиями там различных травм спинномозговых, инсультных, ДЦП и так далее. И являются взаимодополняющими и в совокупности с принятыми шкалами. То есть шкалы никто не отрицает, шкалы естественно приняты во всем мире, но дополнить их вот такой вот содержательной информацией более тонкого плана, потому что по шкалам может что-то не все видно, а здесь можно увидеть есть прогресс, есть движение в сторону нормы или этого нет. Ну и вот предложена методика регистрации и анализа локомоций позволяет в полном объеме следить за процессом восстановления и улучшением качества движения пациента. Благодарю за внимание. Продолжение следует...